В этом году Курбан-Байрам проходит с 28 по 30 июня. Как известно, его отмечают через 70 дней после поста у Роза Айта. В этот священный праздник положено помогать нуждающимся и прощать былые обиды. О том, как отмечали первый день Курбан-Айта в столице, в репортаже Ратмира Аубакира. С шести утра в мечетях Астаны многолюдно верующие пришли на Айт-Намаз. Перед коллективной молитвой имамы разъясняли, в чем значение священного праздника. Как отметили представители духовенства, Курбан-Айт воспитывает в людях нравственность, милосердие, доброту и щедрость. Я приехал из семьи, а сегодня мы помолились за мирное небо. Пусть в нашей стране всегда будет безопасно. Это светлый праздник для всех нас. В этот день принято прощать все обиды и праздновать вместе с близкими. После Айт-Намаза состоялись спортивные состязания. Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и различными подарками. Также во время Курбан-Айта принято говорить близким только хорошее и дарить подарки. Жители и гости столицы планируют накрыть Большой Дастархан в честь священного праздника и отметить его в кругу родных. Я родом из Караганды. В Астане нахожусь по работе. В этот праздник планирую навестить родителей и родственников. Хотел бы пожелать, чтобы все плохое осталось в прошлом. Многолюдно было сегодня и на столичных рынках. Для проведения жертвоприношения в Астане определили пять мест в разных районах города. Сама церемония жертвоприношения проводится как в офлайн, так и в онлайн форматах. Духовное управление мусульман Казахстана для удобства верующих запустило специальный сайт kurban2023.kz для дистанционного проведения обряда. Также через интернет-портал нуждающиеся семьи могут подать заявку на жертвенное мясо. Радмира Убакир, Доврин Журхабаев, Хабар.